Слушаем сегодняшнее послание. Если у вас Библия с собой, откройте вместе со мной 91-й Псалом. Псалом 91-й. Вот о чем я думаю. Я хочу ознакомить вас со своими мыслями. Я понимаю, что во всем, что Бог говорит нам делать, есть конкретная цель. Я понимаю, что Бог — самый целеустремленный из всех. Поэтому, когда мы обнаруживаем в Слове, что Бог снова и снова побуждает нас сделать определенные поступки, это всегда... Когда Бог говорит вам что-то сделать, когда Он дает вам наставление что-то сделать, это всегда будет к вашей выгоде. Иногда вам необходимо останавливаться и задавать вопрос, «Почему Бог хочет, чтобы я сделал это?» «Почему Бог хочет, чтобы я сделал то?» Потому что в замысле Бога есть то, что Он желает, чтобы вы постигли. То, что есть в Его сердце, Он хочет, чтобы вы вложили это и в свое сердце с тем, чтобы вы стали переживать Его благость. Помните, Бог благ не потому, что вы хорошие. Бог благ потому, что Он благ. И суть замысла Бога — проявить свою благость в вашей жизни. Размышляя о хвале и благодарении и поклонении, нам надо спросить себя, «Бог желает, чтобы мы воздавали Ему хвалу и благодарение только потому, что это часть церковного служения?» Хвала и поклонение для того, чтобы мы испытали эмоциональный подъем, или же у хвалы и благодарения более глубокое предназначение? Обстоит ли дело так? «Давайте хвалить и благодарить Бога, чтобы почувствовать себя лучше», или «давайте хвалить и благодарить Бога, потому что мы так делаем в церкви», или «давайте хвалить и благодарить Бога, потому что так предписывает религия, ведь Бог обитает среди хвалы народа Своего». Или же у хвалы и благодарения имеется какая-то более глубокая причина. Вот что мы точно знаем. На прошлом служении я сказал, что мы знаем следующее. Наша вера всегда будет неполной без введения в уравнение благодарения и хвалы. Иначе говоря, вы пребываете в Слове Божьем, вы стоите на Его основании, вы исповедуете Слово, вы верите в то, что приняли обетование, но ваша вера все время будет оставаться неполной, пока вы не введете в свою жизнь благодарение и хвалу. И это не просто эмоциональное движение, которое мы совершаем в церкви. Мотивация тут намного глубже, чем эмоциональный подъем. Хвала и благодарения приводят нашу веру в полноту. И когда мы движемся в хвале и благодарении, Бог хочет показать нам благо. Как я уже говорил, чтобы хвалить Господа, не обязательно выглядеть так, как будто у нас какой-то припадок. Бог хочет, чтобы благодарение и хвала изливалось из нашего сердца. Он не хочет, чтобы они были производными от нашей плоти. Мы не пытаемся побудить Бога что-то сделать для нас, потому что тогда это дело плоти. В жизни христиан, находящихся под благодатью Божьей, происходит так. Обетования исполняются потому, что мы пребываем в покое, а не потому, что трудимся изо всех сил. Нам необходимо знать, как входить в покой Божьей, веря в то, что Иисус уже все совершил для нас. Я хочу, чтобы вы вместе со мной отправились в путешествие, чтобы мы вместе прошли чрезмыслительный процесс, открывая для себя более глубокое значение, благодарение и хвалы, а также то, каким образом они приведут к тому, что завершенные дела Иисуса проявятся в этом физическом мире, и мы сможем увидеть, прикоснуться и сказать, «Вот оно». Аминь. Итак, давайте прочтем 91-й Псалом, 2-й стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Благо есть славить, воздавать благодарение Господа и петь хвалу имени Твоему Всевышний». Вот что мы знаем. Делать это хорошо. «Благо есть воздавать благодарение Господу, благо петь Ему хвалу». Но давайте зададимся вопросом, почему? Что именно в этом хорошо? Вы сказали, что благо делать это. А почему? «В чем благо, если я буду воздавать благодарение Господу и петь Ему хвалу?» Ну что ж, откроем 21-й Псалом. Я хочу, чтобы это утвердилось в вас. 21-й Псалом, 4-й стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Отсюда мы взяли утверждение. Бог живет среди славословий народа Своего. Бог пребывает в том месте, где Ему возносится хвала. Там Он являет Себя. Так интересно, что в ответ на благодарение и хвалу Бог не пошлет какого-то представителя. Благодарение и хвала — это приглашение Бог не отвергнет. Такое приглашение Бог не отвергнет. Он будет пребывать в месте, где благодарение и хвала. И вы знаете, у Бога есть цель. Бог приходит и пребывает среди хвалы не для того, чтобы у вас пошли мурашки по коже. Не для того, чтобы у вас был эмоциональный подъем. Но когда Бог приходит в ваши ситуации и обстоятельства, Он знает, как и что надо сделать. Кто из вас верит в то, что Бог за вас? И когда Бог приходит вместо благодарения и хвалы, то Он решает проблемы, вы понимаете? Аминь. Услышанного должно быть достаточно для того, чтобы вы сказали, «Начиная с сегодняшнего дня и всю жизнь, я буду благодарить Бога и воздавать Ему хвалу. Я буду делать так, чтобы Бог обитал там, где я». Однако Бог не будет этого делать, если вы будете жаловаться и роптать. Вам необходимо иметь понимание о силе, которая была вложена в благодарение и хвалу Богу. Пойдем дальше. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Здесь вы увидите несколько другую перспективу. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 стиха. «Если вы там, скажите Аминь». Хорошо. Итак, в 16 стихе говорится, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». То есть молитесь беспрерывно. Здесь не имеется в виду молиться 24 часа в сутки. Но вот что. Вы — люди молитвы. «Не переставайте молиться». Радуйтесь. «Не переставайте радоваться». Для чего апостол это говорит? «Не переставайте радоваться». «Не переставайте молиться». Говорит ли он это для того, чтобы вы вели себя как странный христианин? «Хвала Господу!» «Аллилуйя!» «Спасибо тебе, Иисус!» Нет, нет. У Бога есть на то причина. Бог хочет, чтобы вы всегда на шаг опережали своего врага. И Он желает удерживать вас в позиции, когда вы на шаг впереди своего врага. Не переставайте радоваться. Не переставайте молиться. И прочитайте 18 стих. «За всё, во всём благодарите, ибо такова о вас воля». «Такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вы можете жить, зная волю Божью. Господь говорит, «Вот моя воля о тебе. Во всём благодари». «Такова о вас воля Божья». И послушайте, что ещё сказано о вас? Что Бог дополнит то, чего нам не достаёт. Я верю в то, что эти два места Писания идут рука об руку. «Благодарите Бога во всём. Такова о вас воля Божья, чтобы Бог дополнил то, чего вам не достаёт». Кому из вас известно, что Бог знает всё, что касается вас? Вы думаете, что вы — лишь песчинка, затерянная среди множества других, но Бог знает вас по имени. Бог знает вас близко. Библия говорит, что Он знает количество волос на вашей голове. И если вы лысый, Он знает, что количество это равно нулю. Бог знает вас близко. Бог знает, как отличить настоящие волосы от ненастоящих. Бог знает вас близко. Иногда вам надо напоминать себе, «Бог знает меня по имени». О, слава Богу! Поэтому из всего того, через что вы проходите, нет ничего, о чём бы Бог не знал. Но вам надо обращать внимание на то, что Он желает сделать. Он старается дать вам преимущество. Кто из вас знает о том, что Иисус — это тот, кто производит разницу в вашей жизни? Аминь. Он желает дать вам преимущество. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. Во всём благодарите. Послушайте, как это передано в расширенном переводе. Благодарите Бога во всём, каким бы ни были обстоятельства. Писание не говорит вам благодарить Бога за всё. После аварии вы не говорите, «Господи, благодарю Тебя за эту аварию». Не об этом говорит Библия. Она не говорит благодарить за аварию, или «Боже, благодарю Тебя за то, что у нас в доме нет еды». Моисей не говорил, «Господь, благодарю Тебя за то, что я разбил скрижали с десятью заповедями и бросил их у подножия горы Синай». Нет. Вы благодарите Бога не за проблему. Вы благодарите Его не за неприятные ситуации и обстоятельства в вашей жизни. Но Писание говорит, «Во всём благодарите». Посреди того, через что вы проходите, благодарите Бога. Какими бы ни были обстоятельства, посреди них благодарите Бога. Поразмышляйте вместе со мной. В том, через что вы сейчас проходите, вы воздаёте Богу благодарение. Вы благодарите Бога в своём испытании или полностью отдали жалобы и ропоту. Вы позаботились о том, чтобы благодарить Бога. Вы пошли к врачу. Врач сказал вам «плохой диагноз». Вы вышли от него в страхе, вместо того, чтобы выйти в благодарение Богу. Почему я должен благодарить Бога за плохой диагноз? А я и не говорю вам «благодарить Бога» за плохой диагноз. Но я говорю вам благодарить Бога за то, что Он имеет сказать о словах врача. Богу тоже есть что сказать. Бог говорит, что вы исцелены. Врач говорит, что вы больны. Посреди болезни я говорю, «Спасибо, Господь, я исцелен». Ваши обстоятельства говорят, что у вас нет денег, а Бог говорит, «Я сделал тебя богатым». Поэтому ваши слова, «Благодарю тебя, Господь, за то, что я богат всеми твоими богатствами, и за то, что сейчас на мне благодать Божья». Вам надо научиться, какими бы ни были обстоятельства, благодарить Бога. Есть ситуации обиды, предательства, что угодно еще, что нанесло вам эмоциональные раны. И вот что вы говорите. Посреди этой обиды, посреди этой боли, «Отец, я благодарю тебя за то, что ты со мной, и радость от тебя приходит не от того, что я чувствую, а от того, что я знаю». Вам необходимо знать о завершенном деле Иисуса для того, чтобы благодарить Его за то, что уже было завершено. Вам необходимо пребывать в Слове, чтобы знать, как благодарить Бога посреди испытания. Много чего происходит, много в каких ситуациях вы находитесь. Но Бог говорит, «Вот моя воля для тебя. Находясь в ситуации, находясь в обстоятельствах, не оставайся без благодарения мне за то, что я уже сказал и сделал по поводу этих обстоятельств». Руководствуясь своими эмоциями, вы говорите, «Не буду я этого делать». Но спросите себя, какое преимущество вы упускаете, отказываясь следовать инструкциям, которые Бог дает вам для того, чтобы вы больше не оказались в этой ситуации? Какое благо могло произойти с вами? Какого духовного прорыва вы могли бы достичь? Потому что ситуация не закончится, пока Бог не скажет ей «закончится». Иногда вы, находясь в середине круга, думаете, что все закончилось. Вам необходимо научиться высоко держать голову и продолжать движение, продолжать идти, зная, что сказал об этом Бог, и воздавать Ему благодарение за то, что Он об этом сказал. Во всем благодарите Бога. Поэтому вот что вам необходимо сделать — обучиться, глядя на любую ситуацию, воздавать Богу благодарение. Кто из вас знает о том, что в какой бы ситуации вы ни оказались, она могла бы быть еще хуже. Поэтому если вы все равно ничего не можете сделать, скажите, «Боже, благодарю Тебя за то, что ситуация не хуже, чем она есть сейчас». Благодарю Тебя за то, что благодаря Твоей благодати и Твоему благоволению все не стало вот таким образом. Отец, благодарю Тебя за то, что хотя у меня в доме нет еды, чтобы питаться три раза в день, благодарю Тебя за то, что наутро у меня была яичница. Спасибо Тебе за то, что сегодня утром у меня был кетчуп. Спасибо за то, что перед сном я могу съесть ложку меда. Есть что-то очень сильное и чудесное для человека, который в любых обстоятельствах говорит, «Спасибо, Господь, я воздаю Тебе хвалу за то, что Ты сказал об этой ситуации». И я говорю вам, Бог будет пребывать в этой ситуации, а если Он будет пребывать в ней, то ситуация изменится. Но вот в чем проблема. Мы думаем, что хвала и благодарение должны происходить только в церкви. Когда мы на работе, дома или в какой-либо ситуации, мы забываем про хвалу и благодарение. Мы не помышляем о них. Мы не поступаем так, как Авраам, о котором Библия говорит, что он не помышлял, что тело его уже омертвело, и утро вассарено в омертвении. Мы слишком много времени тратим на то, чтобы помышлять о проблеме. Мы думаем о проблеме, размышляем о ней, а обдумываем ее, при этом забывая благодарить Бога. Мы забываем благодарить Его. А потом удивляемся, почему мы опять в тех же обстоятельствах, почему мы ходим по кругу, почему мы не вышли из Него, и где же Бог? Если Бог такой могущественный и сильный, то почему Он допустил это? Почему не произошло другое и третье? Потому что Бог дал нам инструкции, но мы их игнорируем. Руководствуясь своим традиционным мышлением, мы говорим, «Я не думаю, что это сейчас так важно. Меня хотят выселить из дома». Ну так благодарите Бога за то, что вам есть куда пойти. Сейчас я эту тему трогать не хочу. Да нет же, вам необходимо благодарить Бога. Вы не знаете, что произойдет, если вы будете следовать инструкциям Писания и благодарить и хвалить Бога. И кто сказал, что вы должны чувствовать желание к этому? Точно так же, как говорят, «У меня нет желания молиться». Но кто сказал, что у вас должно быть такое желание? Вы думаете, что должны чувствовать желание, но кто вам это сказал? Я вам говорю, когда вы попадете в определенные обстоятельства, когда испробуете все свои средства, тогда никому и не надо будет говорить вам, чтобы вы хвалили Бога. Вы станете лидером хвалы, потому что вам ваши обстоятельства надоели. Есть то, что мы игнорируем. Мы позволили религии ограничить хвалу и благодарение определенной группе людей, как будто за хвалу и благодарение ответственна только группа поклонения. Нет, нет, нет. Я буду благодарить Бога, несмотря на то, что я чувствую. Не обязательно хвала должна быть громкой и эмоциональной. Я могу просто сказать, спасибо, Господь, за то, что говорит об этой ситуации Твое Слово. И дальше вы произносите то, что говорит Слово. Я благодарю Бога в той ситуации, в которой я нахожусь. И затем благодарю Бога за то, что Он сделал. Спасибо, Господь, что я выбрался из этой канавы. Я еще не там, где хотел бы быть, но я благодарю Тебя за то, что угроза того, что меня выселят из дома, миновала. Господь, я знаю, что Твои все звери в лесу и скот на тысячи гор. И я благодарю Тебя, Господь, за то малое, что Ты дал мне. И затем я благодарю Бога за то, что я унаследую весь мир. Аллилуйя. Но вы больше уже не слышите, что христиане это делают. Задумайтесь об этом. Вы такого больше уже не слышите. В настоящее время хвала и благодарение не часто слышны в церкви. Так происходит, потому что мы не участвуем в воле Божьей. И в конце концов, инструкции начинают давать нам дьявол. Как я сказал, мы уделяем много внимания проблеме, а обетованию мало или никакого внимания. Потому что проблема говорит нам, что времени на религиозные дела у вас нет. Но мы говорим не о религии, а о Божьей благодати, которая действует всегда. Если у вас нет времени на благодарение, то вы все свое внимание уделяете проблеме. И что же тогда наполняет вашу жизнь? Проблема. Проблема. Потому что когда-то вы приняли убеждение, это не работает. Нет у меня сейчас времени играть в церковь. Мне предстоит потеря. Не могу я сейчас играть в церковь. И тогда вы начинаете злиться на всех. Вы в своей церкви только и делаете, что судите людей. Вот что вы делаете, когда злитесь. И никто, кроме вас, в этом не виноват. Но вам нужен человек, который вернет вас на правильный путь. Пока этого не произошло, вы все в том же замкнутом круге. Ваша реакция держит вас в нем. Но вам необходимо из этого круга выбраться. А для того, чтобы выбраться из него, необходимо понять слова из 5 главы послания к фессалоникийцам. Мы проводим в этом месте Писания много времени. Но послушайте. Во всем воздавайте благодарение. Послушайте это место в расширенном переводе. Благодарите Бога во всем, какими бы ни были обстоятельства. «Будьте благодарными и воздавайте благодарение». «Будьте благодарными и воздавайте благодарение». «Будьте благодарными и воздавайте благодарение». Ибо такова воля Божья о вас, тех, кто во Христе Иисусе. Такова воля Божья о каждом из вас, кто во Христе Иисусе. Я буду благодарным. Я так благодарен за то, что люди делают для меня. И я обязательно должен дать им знать, что я благодарен. Спасибо. Я благодарю. И далее описание говорит, «Воздавайте благодарение». В этом глубокая истина. Благодарите и воздавайте благодарение. Хорошо. Продолжим. В шестом стихе 150-го псалма сказано, «Всё дышащее дохвалит Господа». Всё дышащее? Так это значит, что всё, что делает вдох и выдох, должно хвалить Господа? Вы послушайте, что говорит шестой стих 150-го псалма. «Всё дышащее». Это относится ко всем нам, так ведь? «Всё дышащее дохвалит Господа». Что имеется в виду? Писание не говорит, что Бог призвал хвалить его только группу прославления. Вы ведь дышите так же, как и они. Итак, это призвание не ограниченной группы людей, а всего, что дышит. «Всё дышащее дохвалит Господа». Да возносит Ему хвалу. В 21-м стихе 43-й главы книги Исаии говорится о том, что мы были созданы для того, чтобы воздавать хвалу Богу. Это очень серьёзные места Писания. «Всё дышащее дохвалит Господа». «Всё, что было сотворено, дохвалит Господа». Эта инструкция идёт рука об руку с творением. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребёнок, каждый человек, который жив и дышит, для них существует очень важная инструкция — хвалить Господа. Что говорит Писание? Почему это так необходимо? Почему это так важно? Почему мы не должны пренебрегать этим, но применять в своей жизни каждый день? Давайте рассмотрим эту иллюстрацию в 17-й главе Евангелия от Луки. Мы рассмотрим несколько иллюстраций и увидим, что тут происходит. Итак, как видите, будьте благодарны, воздавайте благодарения, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Воля Божья о вас в том, чтобы вы были благодарны, воздавали благодарения в каждом обстоятельстве, в котором вы оказались. И кто из вас знает, что в этом зале очень много людей, которые оказались в самых разных обстоятельствах? Писание говорит, что во всех этих обстоятельствах вам необходимо от всего сердца своими устами быть благодарными и воздавать благодарения. Итак, Евангелие от Луки, 17-я глава, 12-й стих. Это история об исцелении десяти прокажённых. В 12-м стихе говорится, «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокажённых, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Я хочу, чтобы мы все вместе сказали, «Благодарение Богу за Его милости». Вы знаете, что такое милость? Милость — это когда вы не получаете то плохое, что заслужили. Скажите ещё раз, «Благодарение Богу за Его милости». Все здесь присутствующие, в том числе и я, мы заслужили нечто плохое, но когда явилась благодать Божья, благодаря ей, милость Господа излилась на нашу жизнь, и поэтому мы не получили то, что заслужили. Каждый из здесь присутствующих заслуживает ада, но благодаря милости Божьей мы не получили то, что заслужили. Благодарение Богу за Его милости. Скажите, «Благодарение Богу за Его милости». Я говорю это потому, что чувствую, некоторые из вас живут в страхе, в ожидании, когда они получат то плохое, что заслужили. Но поэтому мы и благодарим Бога за Его благоволение. которая называется благодать. И когда вы живете в этом незаслуженном благоволении под названием благодать, вы не получаете то плохое, что заслужили. Потому что благодать несет с собой милость. Библия говорит, что милость Божья обновляется каждое утро, и она никогда не кончается. Я хочу, чтобы вы сегодня вышли отсюда свободными, зная, я знаю, что заслуживаю плохого, но благодарение Богу за Его милость. Аминь. Прокаженные сказали, «Иисус наставник, помилуй нас». Увидев их, они попросили Его о милости. Увидев их, Он сказал им, «Вы подумайте, как вы можете сказать группе прокаженных людей, «Пойдите, покажите священникам». Ведь священники проверят вас, чисты вы или нет. Послушайте, что сделал Иисус? Что Он имел в виду под этими словами? Живя на этой земле, Иисус говорил и действовал по принципу, «Это уже сделано, просто вы не видите». Иисус никогда не руководствовался тем, что было проявлено в физической, видимость сфере. Он всегда руководствовался Своим знанием о том, что это уже сделано. Люди, встречавшиеся с Ним, удивлялись, когда Иисус давал им инструкции. Потому что Иисус смотрит на завершенное дело, а мы — на то, где мы находимся в видимой сфере. Иисус сказал, «Пойдите и покажите священнику». И произошло так, что когда они шли, воскликните, «Произошло!» Я хочу, чтобы вы знали, что каждое обетование Слова Божьего произойдет, сбудется. Наступит день, когда вы, сидя в своем доме, или в машине, или на работе, сможете сказать, «Произошло!» О, я верю в то, что будут христиане, которые смогут сказать, «Это произошло!» Дьявол думает, что он побеждает. Однако Богу требуется всего лишь доля секунды, чтобы переключить ситуацию. Аллилуйя! И сейчас происходит это переключение, этот сдвиг. Вы ведь знаете, как переключаются передачи в автомобиле. Едете на первой передаче, затем переключаетесь на вторую, потом переключаетесь на следующую. И кто вам сказал, что у Бога есть всего лишь пять передач? Бог будет переключать передачи, пока не приведет вас туда, где вам необходимо быть. Повернитесь к своему соседу и скажите, «И произошло!» Нам надо перестать быть христианами, сомневающимися в том, произойдет это или нет. Необходимо утвердиться в том, что все уже сделано, все уже совершено. Я говорю не о том, что может произойти, я говорю о том, что уже произошло. Я не могу руководствоваться своими чувствами. Я должен иметь твердое знание. Все уже сделано, совершено. Это не то, что может произойти, а уже произошло. Все сделано и совершено. Повернитесь в другую сторону и скажите, «И произошло!» «И произошло так, что когда они шли...» «Когда они шли...» Обратите внимание, «Это произошло, когда они шли...» А что было бы, если бы они остановились и сказали, «Я пока что не вижу никакого исцеления...» Все ведь знают, что до очищения у священников делать нечего. Так что значит, «Пойдите к священникам...» Это произошло, когда они шли. Делайте то, что Иисус говорит вам делать. Перестаньте дожидаться момента, когда вы увидите результат. Результаты уже есть. Когда они шли, это произошло. Когда они стали петь, это произошло. Когда они стали благодарить Бога, это произошло. Когда они подняли свои руки к Богу, это произошло.